Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня 2 октября, понедельник. Мы уже в студии и настраиваем вас на позитивный лад. Обычно в нашей студии позитив, яркие события, персоны дня, ну и, собственно, много интересной информации. Поэтому давайте будем внимательными. Вы будете собираться на работу, заваривать кофе или пить чай, кушать бутерброды, а мы будем для вас вещать. Евгения Калукина. Игорь Старовойтов. Поехали! Итак, сегодня, 2 октября, в понедельник, будет праздноваться День Архитектуры, Всемирный День Архитектуры. А отмечается он всегда обычно в первый понедельник октября. Угу. Традиционно в свой профессиональный праздник все архитекторы собираются, обсуждают планы на будущее, проекты, задачи. Ну и, собственно, разговаривают на свои профессиональные темы. Вот они говорят, как бы нам построить вот эту вот стену, как давным-давно в Китае, только новую. Вот так вот они разговаривают. Кстати, хочешь пройти тест? Угу. Вы, друзья, тоже проходите тест. Итак, кто такой архитектор Минди Сабаль? Минди Сабаль, ты не знаешь такого архитектора Минди Сабаль? Понятно. Если вы знаете, кто такой архитектор Минди Сабаль, значит, вы примерно 79-го года рождения. Это был тест на возраст. Серьезно? Конечно. А чем он знаменит? Ну, знаменитый телесериал. Богатые тоже плачут. Там был архитектор Минди Сабаль. Это же, по-моему, второй или третий сериал в тогда еще перестроечном СССР. Игорь, у тебя... Все залипали просто всей страной. Я помню этот сериал смотрели все, даже суровые дяденьки всякие. У меня папа смотрел. Даже пятимесячные дети. Я больше скажу. Ко мне приходил сосед, его мать, бать его тоже. И они все у нас смотрели этот сериал. Все плакали, рыдали. Просто у тебя очень хорошая память, Игорь. Очень хорошая память. И это, да. Кстати, по поводу моей памяти. Ведь это же медицинская, по сути, тема. Сегодня Международный День Врача. Мы от всей души поздравляем с Игорем. Всех врачей, всех причастных к этой теме. Всех замечательных людей этой профессии. Вы очень ответственные, большие молодцы. Выражаю вам восхищение. Да. Как говорит мой сын, респект и уважение. Очень сложная профессия, но очень нужная. Тем более в наше вакцинированное время. Следующий изящный и прекрасный праздник – Международный День Балета. В этот день представления во всех известных театрах мира и всякие торжественные празднования. А самое главное, в этот день открываются для всех поклонников хореографии сцены и классы, репетиционные залы и гримерки. Причем не только непосредственно на месте, но и ведутся еще онлайн-трансляции сего действа. Представляешь? И что самое главное, праздник поддерживают не только артисты балета и поклонники этого искусства, но и средства массовой информации. Официальные порталы Министерства культуры. А еще очень приятно было видеть, когда я приезжала мимо ДК «Современник», когда приезжал балет к нам, и такого количества машин я не видела очень давно. Было настолько… плотником машины стояли просто во всех всевозможных местах, в которых только можно было. Это приятно, что люди приобщаются к такому замечательному искусству. А в Ангарске есть замечательный коллектив, который популяризирует занятия классической хореографией, и коллектив этот «Подснежник», вы многие знаете. Давайте прямо сейчас окунемся в атмосферу ангарского балета. Смотрим сюжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И мы снова с вами и продолжаем озвучивать праздники. День сегодня богат на праздники. И следующий Международный день социального педагога, который отмечается ежегодно 2 октября, сравнительно молодой праздник. В мае 2009 года в Копенгагене прошла 17-я Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятие участвовали представители 44 стран, в том числе и Россия. Но мы обязательно вернемся к этой теме, а сейчас поговорим про день рождения электронной почты. 2 октября 1971 года именно тогда мыло, то есть e-mail, стало новым средством связи, способом обмена информацией и каналом общения. В этот день было отправлено перманентно первое электронное письмо, причем заглавными буквами. Не знаю, почему заглавными. Возможно, это письмо отправляется впервые. Так там было написано. И к этой теме мы тоже вернемся чуть позже, а на очереди следующий праздник. День про техобразование или больше известный как День профтехобразования. Неофициальный, но при этом широко отмечаемый в российских учебных заведениях праздник. И отмечается он ежегодно 2 октября. Основоположником системы среднего специального образования по праву считают Петра Великого, возжелавшего предоставить возможность обучения всякому желающему, вне зависимости от его социального статуса и происхождения. Он же создал первое техническое училище, куда принимались дети из крестьянских семей и мастеровых. И за это ему большое, огромное спасибо. Следующий праздник – День уролога в России. Всех, кто причастен к этому празднику, поздравляем и желаем вам здоровья, счастья. Как говорят наши бабушки и дедушки, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте будем смотреть друг на друга и заряжать хорошей, доброй энергетикой. Ну а у нас рубрика, страничка, как хотите, так и называйте, персоной дня. И первая персона дня – Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, а также философ. Вот несколько фраз самых известных. Не существует пути к миру, мир и есть путь. Человек является продуктом своих мыслей. То, о чем он думает, тем и становится. Я никому не позволю проходить через мой ум грязными ногами. Никто не может меня обидеть без моего разрешения. Все верно? Все верно. Слушайте, записывайте, фиксируйте и мотайте на уст. Надо перечитать, кстати. Да. А из современников сегодня именинник Евгений Сидихин. Российский актер театра и кино и телеведущий. А также Юлия Овшарова, известная многим по своему сценическому псевдониму Юлия Черная. Она российская актриса театра и кино, театральный педагог и заслуженная артистка России. Кстати, Юлия Юрьевна, постоянная участница международного театрального фестиваля «Сибирская рампа», который проходит у нас на Алихоне. Ну вон как. А мы по традиции поздравляем всех тех, кто сегодня родился. Счастья вам, здоровья и радуйтесь каждому дню. Настало время исполнять обещания. Мы говорили, что вернемся к теме социального педагога чуть позже. И пришло время любимой телезрителями рубрики «Гость в студии». Мы поговорим и пообщаемся. И сегодня у нас в гостях Жанна Александровна Кульгавая. Начальник отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по Ангарскому району и межрайонному управлению Министерства социального управления. Развитие, опеки и попечительства Иркутской области номер 4. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с кем вы сегодня пришли в гости? Я в гостях у вас сегодня с нашим приемным родителем Галина Александровна Линкер, которая воспитывает своих троих несовершеннолетних детей и четверых приемных детей. Вот это да. Да, семья большая, как бы очень интересная. Ну я думаю, она расскажет о своей семье сама. Галина Александровна, расскажите немного о себе, о тем, чем вы занимаетесь. Я занимаюсь дома, я дома хозяйка, так как много детей. С детьми у нас есть традиции. Вот мы все праздники проводим вместе. Дни рождения мы отмечаем тоже вместе. Дети готовят друг другу подарки, танцы, стихи готовят. А я как родитель торжественно озвучиваю поздравления ребенку. Все делаем вместе, отдыхаем, все дружно делаем. Нет у нас ни руганий, ни драк такого у нас нет. Время-то у вас есть свободное? Времени свободного у меня нет. Время у меня может быть только тогда, когда дети ложатся спать, и я собираю игрушки за ними, учебники, проверяю дневник и сяду в кружечку кофе. И все, настоящий герой. И спать? И спать. Ложусь я в часа в два. А дети во сколько ложатся? То есть у вас какой-то график, подъем? Дети ложатся в 10, ровно в 10, они уже все спят. И я начинаю ходить все собирать. Но они собирают сами за собой все, но... Бывает, не дособирают. Да, и я обязана это пройти, посмотреть, где-то что-то поднять, где-то что-то уложить. В тетради, дневники, это все проверяю. Расскажите, пожалуйста, какого возраста у вас ребятишки? Старшей дочери у меня 16 лет, средний сын у меня 14, 12, 11, 10, 7 и полтора года. Отлично. Я про себя уже думаю. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось и как вы вообще, скажем так, решились на такой благой поступок? Так как у меня умерла сестра в 2019 году, и дети остались одни, как бы я... Не было у меня времени думать и гадать, куда чего, я решила их взять, забрать. Вот. И забрала я их, привезла домой. Муж мне позвонил, сказал то, что зачем тебе это надо, это же сколько времени с ними проводить. Я сказала то, что это дети, и они нуждаются в родительской взрослой помощи. Вот. И он мне сказал то, что смотри, через 2 года не посидей. Ну, так как я уже 4 года, я не посидела. А еще у меня подруга парикмахер. Простите за шутки. Ну, на самом деле, я хотел сказать, что дело очень ответственное и серьезное. И, конечно же, вот вы действительно... Есть такая профессия, да, с которой не уволишься, отпусков нет, выходных нет. Это, конечно же, мама. Это очень доброе, хорошее, благое дело. Я немножко растрогалась, слова так даются с трудом, но я очень восхищена вами. Не каждый человек, далеко не каждый человек мог бы поступить так, как вы. Мне кажется, это такая широкая душа, большое сердце, ну и, конечно же, личный вклад. Тем более, действительно, дети – это наше будущее, и нужно его строить посредством детей. Благодарим вас за вашу семью, за то, что вы создаете. Жанна Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вот таких вот семей, может быть, по Ангарску, не знаю, по Иркутской области имеются? Ну, вы знаете, я хочу сказать о том, что таких семей не очень много, да, потому что не каждый человек действительно отважится принять такое количество детей. Потому что каждый ребенок, он требует внимания, каждый ребенок требует определенной заботы. Приходя в семью, особенно если там есть другие дети, вы понимаете, что происходит период адаптации, да, дети друг к другу привыкают, привыкают к правилам, к укладу в жизни. У кого-то это проходит легко, у кого-то это достаточно сложно проходит. И когда наши кандидаты в опекуны проходят подготовку в школе приемных родителей, им об этом все рассказывают, им дают рекомендации. Но, тем не менее, таких семей все-таки единицы. На моей памяти у нас в Ангарске, чтобы в семье воспитывалось четверо детей, их буквально по пальцам можно считать от силы пять, ну, пять семей, может быть, из таких. Вот, то есть чаще всего это два ребенка, один-два ребенка, в редких случаях три. Потому что, действительно, это огромный большой труд, и детей нужно любить. Потому что без любви к детям семья не получится, не сложатся такие отношения. Вот хочу отметить, что у Галины Александровны, да, нет разделения. Самое главное, нет разделения мои дети и приемные дети. Это самый важный, наверное, фактор в воспитании семьи, и в том числе ребятишек. Как только дети начинают чувствовать разделение, как правило, семья такая, она не складывается. А любить семерых детей, ну, это вот прямо достойно, действительно, уважения и благодарности. Хочется отметить, что, тем не менее, на территории Иркутской области практикуются такие семьи, то есть, которые принимают и по пять, и по шесть. У нас есть и по семь детей, и по восемь воспитывают, да. Еще раз говорю о том, что это, ну, достаточно, как бы, редкие случаи, потому что очень трудоемко это. Вы, наверное, как-то помогаете, да, в таких случаях? Да, конечно. У нас, когда граждане желают принять ребенка на воспитание в семью, проходят подготовку в школе приемных родителей. В дальнейшем на базе Центра помощи детям это проходит у нас в Ангарске. В дальнейшем такая семья сопровождается, у нас есть отделение сопровождения замещающих семей, в том числе и специалисты органов опеки, которые курируют данную семью. Они всегда находятся на контакте, всегда поддерживают связь, и в случае необходимости, если возникают какие-то проблемы или сложности, или просто совет нужен, да, подключаются специалисты как Центра помощи детям, так и специалисты органов опеки. Поэтому опекуны не остаются один на один со своими сложностями, проблемами и радостями в том числе. У нас проходит очень много различных конкурсов в поддержку таких семей. Тем более с 2019 года у нас действует национальный проект «Демография», который направлен на поддержку семей. В Иркутской области у нас вообще очень много мер социальной поддержки семей, и в том числе и приемных семей. Поэтому наши опекуны и детки, они не остаются никогда одни, они всегда как бы вот под присмотром, рядышком, под крылышком, всегда оказывается им необходимая помощь. Ну, я вот глядя на Галину Александровну, вижу, что она сама по себе очень ответственный человек. Видно, что прямо видно. Помимо того, что человек с большим сердцем. Такая очень широкая, большая, объемная тема, и понятно, что ответственная, и я с вами соглашусь, любовь должна присутствовать в сердце родителей. Все остальное не имеет смысла без этого. Да, совершенно верно. Кстати сказать, у телеканала «Актиз» есть свой проект «Здравствуй, мама», цель которого – помочь обрести семью брошенным малышам, и за время существования проекта у нас выходили серии со счастливым продолжением, когда мы показывали детей, которые уже воспитываются в семье. Есть такой момент, что бывает, что самые близкие родственники нам, ну, просто как-то номинально родственники, такое бывает в семьях иногда, иногда те люди, которых мы никогда не знали, становятся нам самыми-самыми близкими и дорогими, да, как, допустим, с приемными малышами. Спасибо вам, Жанна Александровна и Галина Александровна, за то, что вы сегодня встречаете это утро с нами в нашей студии. Может быть, есть что-то добавить нашим телезрителям? Да, я хотела бы обратиться к нашим телезрителям о том, что… и сказать им о том, что у нас еще есть детки в учреждениях, которые ждут своих мам, пап, ждут семью, которая бы их приняла. Поэтому всех желающих с огромным сердцем, с большой любовью, как говорится, желающих принять детей, мы ждем в органах опеки по адресу город Ангарска, Минтерна, 41, 106-й кабинет. И дети вас тоже ждут. Да. Благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Спасибо. Давайте будем любить себя, любить детей и любить этот мир. И строить вместе будущее. И пусть каждый малыш найдет свою любящую семью. Совершенно верно. До свидания. До свидания. Рада вас видеть. Это Новый день. Евгения Калугина. Игорь Старовойтов. Ну, а мы открываем вторую страничку обещанного. Вторая серия. День рождения электронной почты. Мы обещали вернуться. Да. Доверим слово нашему эксперту Николаю Пазыненко. Смотрим рубрику «Юрист на связи». Здравствуйте. Сегодня поговорим не о том, как управлять транспортным средством без государственного регистрационного знака на снятом с регистрационного учета транспортном средстве. Не о том, как будучи тонированным в хлам уйти от ответственности, а об электронном документообороте с контрагентами. Меня зовут Николай Пазыненко. Я юрист. Взаимодействие с контрагентами посредством электронной почты давно пользуется спросом. Итак, если раньше обычаи делового оборота сводились к тому, что мы заключали договор в простой письменной форме, и для этого необходимо было созвониться, встретиться, обсудить все условия, подписать, то сейчас все чаще и чаще мы переходим к дистанционному формату. И посредством электронной почты, направив одна сторона другой договор на каких-то определенных условиях, так сказать, сделав аферту, предложение, другая сторона, ответив на этот договор соответствующим подписанным с его стороны заявлением, что называется акцепт, дает согласие. И такой договор, несмотря на отсутствие простой письменной формы, также имеет место быть, и все обязанности, предусмотренные этим договором, они также обязательны для сторон. Обязательны для сторон и гражданский кодекс к отношениям, которые регулируются договором, заключенным в такой форме. Договор может быть заключен и посредством конклюдентных действий стороны исполнителя, в частности, если фактически сторона исполнитель исполняет те действия, которые заказчикам определены в договоре, а именно приступает к выполнению работ, на условиях договора выполняет эту работу, оплачивает, допустим, за какие-то обязательства, предусмотренные этим договором. То есть, несмотря на отсутствие простой письменной формы, такое взаимодействие имеет место быть, и широко распространено, и это позволяет нам экономить наше время и силы. Документы оборот такого рода используются и в судебной практике, в частности, написав заявление в суд о том, чтобы вас извещали о времени и месте рассмотрения дела посредством электронной почты. Такое взаимодействие считается надлежащим, и такое извещение широко распространяется в судах общей юрисдикции. Документы оборот электронный можно использовать и для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Претензионный порядок, как мы знаем, в некоторых случаях обязателен, и переписка в мессенджерах либо посредством электронной почты может являться основанием к тому, чтобы говорить о том, что досудебный порядок урегулирования спора был соблюден. Электронная почта бывает разных вариантов, в частности, в письменном формате, в буквенном, в цифровом формате, либо смешанном. Моя же электронная почта содержит и номер моего телефона, что легко для запоминания, для меня, для контрагентов, и информативно пользуйтесь этим лайфхаком, знайте законы, умейте защищать свои права. А у нас в эфире постоянная рубрика «Здоровая». Здоровая постоянная рубрика. Итак, друзья, поговорим о системном питании. Понятно, что эта тема вызывает множество дискуссий, споров, как правильно питаться, что правильно кушать, но на самом деле есть основные правила. Итак, кушаем мы 3-4, ну, 5 раз в день, небольшими порциями, желательно, конечно, в одно и то же время. Порция должна быть весом порядка 150 грамм. Не говорили с кулачок. Размером с вот такой вот ладошкой. Не с кулачок. Ну, как Женя говорит, с кулачок. Мужичок с ноготок, а пища с кулачок. Конечно же, когда вы кушаете, необходимо отвлечься от смартфонов и 20-30 минут уделить еде. Только еде. Ну, и мне кажется, одно из самых главных правил не кушать за 2-3 часа до сна. Подтверждаю. Да. И, конечно же, ночные походы до холодильника отменить. Вот. И тогда будет вам счастье, будет вам здоровье. И самое главное, вот забыл сказать, но напомню, это порядка 2 литров воды. Свежей, чистой. Чай, кофе не считается. Тогда и кушать меньше хочется, на самом деле. И кожа прекрасная. Это для тех, кто скидывает вес. Но вообще, если вы наладите режим питания, это будет первым шагом к сбрасыванию лишних КГ. Однозначно. Спасибо тебе за твою великолепную рубрику. Пожалуйста. А следующая рубрика – это «Афоризмы дня». И сегодня они посвящены архитекторам, потому что сегодня день архитектуры. Великие здания, как и высокие горы, создания веков. Какой великолепный особняк. Именно в таком бы жил Господь, будь у него деньги. Мы понимаем развалины не ранее, чем сами становимся ими. Вот такая забавная цитата. А у меня песня. На самом деле, это правда, приходит с возрастом. Согласен, все приходит с возрастом. Ну, чаще всего. И здоровье тоже. Точнее, забота о нем. Итак, песня. Ах, архитектор, архитектор, ты постройка лучший дом. Архитектор, иха, архитектор, ипотека вся на нем. Мне очень понравилась эта песня, и пока наш оператор вызывает скорую нашему Игорю, я хочу вместе с вами посмотреть прогноз звезд на сегодняшний день. Пусть каждый день, это неделя и понедельник, вторник, и среда, и четверг, будут похожи на пятницу. Пусть ваше настроение будет замечательным. Будьте здоровы и берегите себя. Всего доброго. Пока-пока. Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Теплый слез В душе твоей Новый день Пришел, открывай скорее Гороскоп на 2 октября Овен Начатые в этот день проекты могут принести неплохую прибыль, однако вам придется отдаться им полностью, отложив все остальное на потом. Телец Вы обладаете удивительной способностью молниеносно принимать правильные решения, и в очередной раз продемонстрируйте это. Близнецы Не стремитесь изменить сложившиеся обстоятельства, вы лишь зря потратите свои силы. Постарайтесь проявить гибкость мышления и принять их. Рак Даст о себе знать вашу любовь к порядку. Это побудит вас броситься на помощь другу или родственнику, чьи трудности выбиваются из вашей ровной картины жизни. Лев Этот день отлично подходит для размышлений и новых идей. Вас настолько вдохновят собственные открытия, что вы будете готовы говорить о них часами. Дев Не стесняйтесь своей неординарности. Совершайте рискованные поступки, не обращая внимания на то, что по этому поводу думают окружающие. Весы Будьте максимально корректны в общении с малознакомыми людьми. Собеседники могут неправильно понять ваши слова, и тогда конфликт будет обеспечен. Скорпион Вы обладаете удивительной проницательностью. Смело пускайте ее в ход, чтобы выведать все необходимые вам подробности. Стрелец Вам не составит труда быстро обдумать сложившуюся ситуацию и принять правильное решение. Однако это вовсе не значит, что вы захотите этим заниматься. Козерог Придется проявить незаурядную изобретательность, чтобы решить возникшую проблему. Не исключено, что речь пойдет о чужих трудностях, а не о ваших собственных. Водолей Даст о себе знать какой-то человек из прошлого. Не торопитесь принимать его в свои объятия. Постарайтесь разобраться в его мотивах, чтобы не обжечься. Рыбы Этот день отлично подходит для любых проявлений независимости. Не участвуйте ни в каких коллективных проектах. Вы и сами неплохо справитесь.